Польша высылает нашего атташе по вопросам обороны. Так, в Варшаве отреагировали на принятое в Беларуси решение выслать двух сотрудников польского консульства в Гродно и офицера связи пограничной службы. Известно, что дипломаты уже покинули нашу страну. Ситуация обострилась на фоне закрытия соседней страной очередного пограничного перехода. Поляки приостановили работу бобровников, из-за чего между двумя странами осталось лишь два действующих международных пункта пропуска. В связи с этим 17 февраля в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Аджану. Сообщили о принятии ответных шагов. При этом Беларусь оставила за собой право прибегнуть к более жестким мерам реагирования для защиты национальных интересов. Также во внешнеполитическом ведомстве ответили, что республика всегда открыта для конструктивного и взаимоуважительного диалога. Тем временем на рубежах Беларуси ЕС растут очереди из фур и легковушек, вереницы и большегрузов выстроились перед единственным доступным для них пунктом пропуска на границе с Польшей – Козловичем. По данным ГПК, проезда ожидают свыше полутысячи авто. Скопление фур фиксируется и на литовском направлении, поскольку 21 февраля польские власти ограничили движение грузовых автомобилей, не зарегистрированных в ЕС. В попытке попасть в Евросоюз перевозчики направились в Беняконе и Каменный Лог. Там сейчас простаивают несколько сотен авто. Ситуация усугубляется еще и тем, что контрольные службы сопредельных стран намеренно тормозят процесс оформления. За сутки они пропускают в лучшем случае половину большегрузов от нормы. Часами простаивать в очередях вынуждены водители и легковушек. Без малого две сотни наших машин застряли перед пунктом пропуска Брест. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине спецоперации в Украине. С инициативой проекта выступил Киев. Основное требование, отраженное в документе, вывести российских военнослужащих с территории Украины. А вот призыва начать переговорный процесс для достижения мира в тексте нет. Резолюцию поддержали более 140 стран. «Против» высказали семь государств. Беларусь, Россия, Сирия, КНДР, Эритрея, Мали и Никарагуа. Еще 32 страны, включая Китай, воздержались от голосования. Между тем, экономисты Организации Объединенных Наций приводят любопытную статистику касательно конфликта на Украине. Подробности в нашем дайджесте. Ведущий экономист ООН подвел неутешительные итоги. Хамид Рашид отметил, что эхо украинского конфликта и западные санкции против Москвы оказали огромное влияние на мировую экономику за последний год. В попытке перекрыть каналы российского экспорта Запад сам столкнулся с неприятными последствиями, подчеркнул Рашид. Введенные ограничения повлекли за собой резкий рост цен на энергоносители, а показатели инфляции достигли рекордных значений. Кроме того, из-за сбоев в цепочках поставок увеличились риски и мирового продовольственного кризиса. Французские фермеры вновь прибегли к грязным методам в борьбе за свои интересы. Аграрии превратили улицы страны в свалки. Поводом для демонстраций и подобных действий стало намерение властей ввести ограничения на ирригацию полей. Дело в том, что Франция столкнулась с небывалой зимней засухой, и правительство решило экономить воду. Однако эта мера может нанести колоссальный ущерб и без того пострадавшему сельскому хозяйству. Чтобы иметь возможность вырастить урожай, фермеры вынуждены буквально биться за воду. Они перекрывают федеральные трассы и поливают отходами здания правительства. Самая напряженная ситуация перед префектурой в Ниме. Там полицейские применили слезоточивый газ и задержали несколько человек. Снежная буря накрыла США. Непогода оставила без электричества почти миллион потребителей. Задержаны около 3,5 тысяч авиарейсов, закрыты более 200 школ и офисов. Первый удар стихии приняла Калифорния. Там метеорологи фиксировали порывы ветра до 50 км в час. В штате Мичиган из-за обледенения ЛЭП наблюдаются масштабные сбои в электроснабжении. Почти 30 тысяч учеников переведены на дистанционное обучение. Данные синоптиков неутешительны. В ближайшие дни погода не улучшится. Всего же во власти снежной бури окажутся 30 штатов. Крупное ДТП произошло сегодня утром на трассе Бобруйск-Глуск. На дороге столкнулись маршрутка и трактор. В момент происшествия в рейсовом микроавтобусе находились 20 человек. В результате столкновения пострадали 10 пассажиров, в том числе ребенок. К месту аварии оперативно прибыли кареты скорой помощи. Четыре человека госпитализированы в районную больницу Бобруйска. Пятеро в больницу скорой. Помощь в лечении людей местным специалистам окажут областные медики. По предварительной информации, 47-летний водитель трактора не уступил дорогу микроавтобусу. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Это вторая авария с участием рейсовой маршрутки. За последние несколько дней в связи с инцидентом МВД совместно с Министерством транспорта и коммуникации приняли решение об организации дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах. Инспекторскому составу дано поручение обратить особое внимание на выявление возможных фактов переоборудования транспортных средств путем увеличения количества пассажирских мест для перевозки пассажиров, непредусмотренных конструкцией транспортного средства, а также выявление пресечения таких нарушений права дорожного движения, как отсутствие допуска к участию в дорожном движении, превышение скоростных режимов движения, проверки наличия всех необходимых документов для осуществления такой деятельности. Особое внимание уделят проверке условий перевозки пассажиров в маршрутных такси. Для решения житейских проблем беларусов всегда можно найти законные способы, а помогать населению в преодолении трудностей – приоритетная задача для сенаторов. Наиболее эффективный метод работы – личные встречи. Очередной прием граждан прошел в Совете Республики накануне. Без малого 12 часов спикер Верхней Палаты Парламента выслушивала просьбы и предложения беларусов. Некоторые моменты удалось прояснить прямо во время встречи, другие будут внимательно рассмотрены и взяты на контроль. В этот раз прозвучало немало вопросов, связанных с воспитанием и образованием особенных детей. Увеличить объем производства продукции животноводства – такую задачу на текущий год ставит для себя Минсельхозпрод. Агропромышленный комплекс играет важную роль в беларусской экономике, а в условиях санкций его значение только выросло. Так, в прошлом году удалось нарастить объемы производства молока и птицы. Хорошие результаты позволили добиться рекордной экспортной выручки – более 8 миллиардов долларов. Самые популярные позиции – мясная и молочная продукция в географии поставок более сотни государств. Однако основные рынки – Россия и Китай. Из новых направлений – государства Африки. Начало года говорит о том, что результаты будут у нас неплохие. Почему? Потому что раскатился этот каток по производству молока мяса. Мы по итогам января произвели на 103,6% молока больше уровня прошлого года. 105,9% мы добавили в целом по выращиванию скота и птицы. Это хороший, неплохой результат. В февраль месяц у нас производство молока уже перешагнуло 104%. На сегодняшний день, фактически по февралю месяца, все области, включая Могилев, Витебск и Гомель, выйдут на 100% к уровню прошлого года. Вложили деньги в модернизацию наших основных мощностей, подверглись техническому переснащению и оснащению 233 животноводских предприятий в нашей республике. И там, где уже в 2023 году, на 39 малышных товарных фермах, мы будем дополнительно получать 127 тысяч тонн молока. Задача на ближайшее время, которая стоит перед аграриями, до 1 апреля обеспечить удовлетворительное состояние техники к пассивному сезону. Сейчас специалисты выезжают в регионы для мониторинга предпассивной подготовки. Выявить нарушения и улучшить качество мобильных услуг, комитет госконтроля накануне открыл горячую линию по вопросам работы сотовых операторов связи. Уже за пару дней специалистам поступило почти 200 обращений со всех регионов страны. Чаще всего звонят из сельской местности жители деревень, обеспокоенные низким качеством связи и тем, что приходится постоянно буквально искать точки, чтобы с кем-то связаться по мобильному телефону. Хотя услуги операторов обходятся им недешево. К слову, много обращений связано с проблемами необоснованного списания средств с баланса и подключения дополнительных сервисов. По отдельным недостаткам организован оперативный обмен связи с операторами, поскольку они требуют немедленного устранения. Так, например, в комитет обратились 4 гражданина, жителя сельской местности Могилевской области с нареканиями на полное отсутствие связи при использовании кнопочных телефонов. Информация была оперативно доведена до оператора. Приняты меры по устранению недостатков. По окончанию работы горячей линии специалисты комитета свяжутся с операторами связи. Те, в свою очередь, должны будут устранить выявленные проблемы. Напомним, работает горячая линия до 10 марта. Звонки принимаются по будням с 9 утра до 6 вечера. В Бресте завершили строительство первого в Беларуси дома для медиков. Ключи от 80 квартир уже получили врачи и медсестры Брестской областной клинической больницы. Идею предоставить арендное жилье врачам лично поддержал Александр Лукашенко. Многоквартирный дом расположился по улице Медицинской, недалеко от самого учреждения здравоохранения. В распоряжении новоселов – однушки, двух- и трехкомнатные квартиры с отделкой. Для многих новое просторное жилье долгое время оставалось лишь мечтой. Теперь она осуществилась. Практики строительства арендного жилья исключительно. Для медиков в Беларуси еще не было. Идею удалось реализовать благодаря сэкономленным средствам из областного бюджета. На возведение многоэтажки ушло меньше года. Дом уже готов к заселению. Это живой пример. То, что мы сегодня открываем дом, построенный по распоряжению президента, именно для медиков. Для медицинского персонала всех уровней, которые сегодня необходимы, чтобы улучшить условия проживания, оперативности решения, так сказать, вопросов, связанных с лечением. То, что врач находится очень близко к рабочему месту. Кроме того, у нас еще в медгородке есть два общежития, которые мы предполагаем в ближайшее время тоже, опять-таки, сделать проектную документацию. И одну из них поставить, опять-таки, на капитальный ремонт. Кроме того, в этом году в Брестской областной клинической больнице при поддержке президента приступят к строительству нового многофункционального хирургического корпуса. Общая стоимость проекта превышает 200 миллионов рублей. Продолжение следует...